Поучение Владимира Мономаха Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем. И милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут. На дальнем пути да на санях сидя, без лепец умолвил. Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали, поспеши к нам и выгоним Ростиславичей и волость их отнимем. Ежели не пойдешь с нами, то мы и сами по себе будем, а ты сам по себе. И ответил я, хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелования приступить. И отпустив их, взял псалтырь, в печали разогнул ее, и вот что мне вынулось. О чем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? И прочее. И потом собрал я эти полюбившиеся слова и расположил их по порядку и переписал. Если вам последние не понравятся, начальные хоть возьмите. Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо верю в Него. Не соревнуйся с лукавым, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, послушные же Господу будут владеть землей. И еще немного. Ибо благословляющие его наследуют землю. Клянущие же его истребятся. Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то не разобьется, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был и застарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его просящим хлеба. Всякий день милостыню творит праведник и взаймы дает, и племя его благословенно будет. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков. Когда восстали бы люди, то живыми пожирали бы нас. Когда прогневалась бы на нас ярость его, то вода бы потопила нас. Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек. Всякий день нападает и снит меня. Попрали меня враги мои, ибо много восстающих на меня свыше. Возвеселится праведник, и когда увидит отомщение, руки омоет свои в крови грешника. И скажет человек, Если есть награда праведнику, значит есть Бог, творящий суд на земле. Освободи меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня защити меня. Избавь меня от творящих беззакония, и от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу мою. Ибо гнев, в мгновение ярости его, а вся жизнь в воле его. Но вечером во дворица плача, наутро радость. Ибо милость твоя лучше, чем жизнь моя, и уста мои да восхвалят тебя. Так благословляю тебя при жизни моей, и во имя твое воздену руки мои. Укрой меня от сборища лукавых, и от множества делающих неправду. Возвеселитесь все праведные сердцем. Благословлю Господа во всякое время. Ибо как Василий учил, собрав юношей, иметь душу чистую и непорочную. Тело худое, беседу кроткую, и соблюдать слово Господне. Еде и питью быть без шума великого. При старых молчать, при мудрых слушать. Старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь. Без лукавства беседуя, и побольше разуметь. Не свирепствовать словом, и не хулить в беседе. Немного смеяться, стыдиться старших. С непутевыми женщинами не беседовать, и избегать их. Глазу держать книзу, а душу ввысь. Не уклоняться, учить увлекающихся властью. И ни во что не ставить всеобщий почет. Если кто из Вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется, и вечных благ насладится. О, Владычица, Благородица, отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего, в ничтожной этой жизни. Научись, верующий человек, быть благочестью-совершителем. Научись по евангелевскому слову очами управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению. Иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради. Лишаемый не мсти. Ненавидимый люби. Гонимый терпи. Хулимый моли. Умертви грех. Избавляйте обижаемого. Давайте суд сироте. Оправдывайте вдовицу. Приходите, досоединимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как обогренные, как снег обелю их. И прочее. Восияет весна, поста и цветок покаяния. Очистим себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к светодавцу, скажем, Слава тебе, человеколюбец. Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостлив и примилостлив. Мы люди грешны и смертны. Если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешение наше превыше разумения нашего терпит. Так и во всю жизнь нашу. Как отец чада своей любя, бьет его и опять привлекает к себе. Так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их, покаянием, слезами и милостынью. Это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, а молю вас. Не забывайте трех делких. Не тяжкие ведь они. Ни затворничеством, ни монашеством, ни недоеданием, которые иные добродетельные претерпевают. Но малым делом можно получить милость Божию. Так что такое человек, как помыслишь о нем? «Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои! Разум человеческий не может постигнуть чудеса Твои!» И снова скажем «Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои! И благословенное славно имя Твое вовеки во всей земле! Ибо кто не восхвалит и не прославит силу Твою, и Твоих великих чудес и благ, устроенных на этом свете, как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет! И земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом! Звери различные, и птицы, и рыбы украшены Твоими промыслами, Господи! И этому чуду поделимся, как из праха создал человека, как разнообразны человеческие лица, если и всех людей собрать, не у всех один облик! Но каждый имеет свой облик лица по Божьей мудрости! И тому поделимся, как птицы небесные из рая идут, и прежде всего в наши руки, и не поселяются в одной стране, но и сильные, и слабые идут по всем землям, по Божьему повелению, чтобы наполнить леса и поля! И все же это дал Бог на пользу людям, и пищу на радость! Великая Господи, милость Твоя к нам! Так как благо эти сотворил Ты ради человека грешного! И те же птицы небесные, умудренные Тобою, Господи, когда повелишь, то запоют, и людей веселят! А когда не повелишь им, то и имя, и язык они имеют! И благословен Господи, и прославлен зело! Всякие чудеса, и эти блага сотворил и совершил! И кто не восхвалит Тебя, Господи, и не верует всем сердцем, и всем душою во имя Отца и Сына, и Святого Духа, да будет проклят! Прочитав эти божественные слова, дети мои, похвалите Бога, подавшего нам милость Свою, а то дальнейшее – это моего собственного слабого ума наставления. Послушайте меня, если не все примете, то хоть половину. Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих, говоря, «Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так и нас, грешных, помилуй!» И в церкви то делайте, и ложась. Не пропускайте ни одной ночи. Если можете, поклонитесь до земли, если вам занеможется, то трижды. Не забывайте этого, не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвою человек побеждает дьявола, и что нагрешишь за день, то этим избавляется. Если и на коней едучи не будет у вас никакого дела, и если других молитв не умеете сказать, то, Господи, помилуй, взывайте беспрестанно в тайне, ибо эта молитва всех лучше, нежели думать без лепицу едя. Всех же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, и не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте, и не повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-нибудь дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Ежели вам придется крест целовать, братья, или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав соблюдайте, чтобы приступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословление, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего, гордости не имейте в сердце и в уме, но молвите, смертные суть, сегодня живы, а завтра в гробу, все это, что ты нам дал, не наше, но твое, поручил нам это на немного дней, и в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В доме своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте, не полагайтесь на теуна, или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя не ленитесь, не полагайтесь на воевод, ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанию. Сторожей сами наряжайте в ночь, расставив в охрану со всех сторон, около война вложитесь, а вставайте рано, а оружие не снимайте с себя в торопях, не оглядевшись по лености. Внезапно ведь человек погибает, лжи остерегайтесь, и пьянство, и блуда. Оттого ведь душа погибает, и тело. Куда бы вы не держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вреда ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете, и где остановитесь, напойте и накормите нищего. Более же всего чтите гостя. Откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол, если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем, ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, и не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. Если будете забывать это, то чаще перечитывайте, и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok